Их можно назвать и первопроходцами, и единственными в своем роде, и просто большими умницами. Первые выпускники энергокласса «Русгидро» в Балакове готовятся к покорению лучших вузов страны. Впереди у них жаркая пора экзаменов. Чтобы поступить в выбранные институты и университеты, необходимо сдать ЕГЭ с высокими баллами. Но все это чуть позже. А пока для ребят устроили специальный выпускной вечер, во время которого вспоминали все три года обучения в энергоклассе. Впечатления, эмоции масса просто. И у девчонок, и просто школу жизни они даже какую-то прошли, они повзрослели. Ну да, на самом деле за эти три года много что случилось, что изменилось. Математика, физика, дополнительные предметы именно по профилю получается. Вот здесь очень интересно, самим было бы просто даже интересно слушать, что они рассказывают. Уже на школьных уроках ученики энергокласса постигали азы гидроэнергетики, гидравлики, гидрологии и геологии. Предметов, которые не предусмотрены в обычных классах, но так нужны будущим энергетикам. Самый сложный все-таки физика, я считаю, так как сама наука очень сложная. И самый интересный предмет был гидроэнергетика. Действительно очень интересные вещи рассказывали про единые энергии системы, как устроены самые гидроагрегаты, ГЭС. Очень интересно было. ТРИС, творческое решение инженерных задач, математика. Одной из сложных, наверное, для меня была физика, но не менее интересная. Также гидравлика и геология. Кроме этого, некоторые из выпускников во время учебы занимались в кружке техническое конструирование, моделирование и патентование изобретений. Их разработки были отмечены на различных научных конкурсах, а самые необычные и интересные проекты ребят были запатентованы. И хотя сейчас каждый из восьми выпускников энергокласса уверен, что он сделал правильный выбор, поначалу все они сомневались, справятся ли с повышенными нагрузками в профильном классе. На самом деле, в самом начале было желание не идти. На самом деле, меня даже в какой-то степени заставили сюда пойти. И потом втянулся, очень сильно понравилось. Действительно, очень интересные занятия происходят. Помимо физики и математики здесь проходят предметы по проектированию, гидроэнергетике по профильным предметам. На проектирование мы, например, учились пользоваться программой для 3D-моделирования. Это достаточно интересная тема была на занятиях. Сильные и целеустремленные, умные и уверенные в себе. Три года обучения в энергоклассе превратили обычных ребят в молодых людей с большим будущим. И каждый из них уже знает, чем займется после школы. Будет, скорее всего, техническое. И над этим вопросом я пока не очень уверен. Но, скорее всего, да, свяжусь с гидроэнергетикой. Мы уже знаем конкретные вузы, которые они хотят. Они уже отправляли заявки в эти вузы. Энергоклассы – это всего лишь одно из направлений большой комплексной программы «Русгидро» по подготовке будущих гидроэнергетиков. В девяти российских регионах старшеклассники учатся в энергоклассах, конструируют в центрах технического творчества, участвуют в профильных олимпиадах и занимаются в летней энергетической школе, куда приглашают только лучших потенциальных энергетиков. Программа называется «От новой школы к рабочему месту» и открывает для современных школьников большие горизонты в подготовке к будущей профессии. У вас очень большие горизонты. И когда вы в девятом классе пришли в энергокласс, вы еще, наверное, наверняка из вас 80% еще не знали и не выбрали свой дальнейший жизненный путь в плане профессии, я имею в виду. К одиннадцатому классу вы наверняка определились. Есть из вас вкусняки, которые выбрали в будущем профессию энергетика. Мы будем очень рады через энное количество лет вас ждать в наших рядах энергетиков.